Всем хай, с вами Яна Белка, и наконец-то, спустя несколько месяцев, мой мозг пришел к тому, что надо что-то снимать. За последнее время, пока я не снимала, произошло очень много всего интересного, и в какой-то степени я жалею, что вовремя я начала снимать. Тот же самый Новый год, я пыталась его заснять, точнее я его засняла, он до сих пор есть, спойлер на старом телефоне. Но смонтировать это все не было лень, я хотела сделать это все через ноутбук, как по правилам, чтобы качество было хорошее, чтобы вам было приятно смотреть. Но у меня это не получалось, хотя к чему-то отговорки, мне реально было лень это сделать, потому что видео было очень много. Пять и четверть я прожила более или менее нормально. Наверное, сейчас буду рассказывать мою главную новость, почему я все-таки начну снимать. Два-три месяца назад я узнала, что такое Артек. Как бы фактически я знала, что да, есть такой лагерь, но думала, что в него можно попасть только за огромные бабосы. И знаете, это так и есть. 80 тысяч за 20 дней в день. Когда поехали двое ребят станцев, это была Маша и Витя, я поняла, что если они добились, то я тоже могу это сделать. Тогда я загорелась этим очень сильно. Я проводила в интернете, искала что-то больше, просто больше половины всего своего времени. Искала что-то, регистрировалась на сайте. Я думаю, многие знают, как туда попасть. Если кто-то не знает, вкратце расскажу, как. Вы находите сайт Артек Дети, регистрируетесь, вбиваете все нужные параметры. Там рост, свидетельство рождения, снилс и так далее. Потом вам выдается личный кабинет, и вы загружаете туда свои достижения и подаете заявку. У меня была одна из проблем, потому что у меня не усвечивались смены при подаче заявки. Меня это бесило на протяжении, наверное, недель-трех. Пока я не посоветовалась со своим другом, который тоже ехал, ездил в Артек. Он сказал, типа, а что ты, напиши на почту. Я нашла их почту, написала. И мне стало так легко на душе, потому что на следующий день мне ответили и сказали, вы там неправильно указали год. И помню, моя первая заявка была подана, конечно же, на лето. Летом в Артеке это мечта просто вообще из всех возможных, наверное. Правда, на лето надо туда за 9 месяцев приблизительно. Я не успела. Но я сразу же подала заявки на все смены, на все мне удобные смены. И добавила второе за все достижения. Я не знала, сколько баллов надо, сколько много, сколько мало. Посмотрев чуть-чуть в Ютубе видео, я поняла, что 300 это много. То это много. У меня было 258 на именно четвертую смену. Ну, первая моя заявка была 191 балл. Это я очень хорошо помню. Вот. И потом с путевками, последующими, с добавлением каких-то грамот, баллы, конечно же, начали расти. Изначально именно от грамот у меня было 214 баллов плюс конференцент региона, по-моему, так называется. У нас это 1 и 2. Я ждала очень долго. То есть, ну, как бы не долго, я ждала с нетерпением. Я каждый день заходила на сайт, смотрела, смотрела. И вдруг в один прекрасный момент, это было 12 марта, четверг, я сижу на английском и решила зайти на сайт. Ну, это мой личный коммент, у меня был на рабочем столе, на телефоне, на главном экране. Я захожу, и появляется новая кнопка апелляция. Я, у меня просто, у меня мозги встряли, что это такое, как это может быть вообще. Я захожу в сообщество ВКонтакте, задаю вопрос, я там тоже часто что-то создавала. И они мне говорят, это, как бы, если у тебя забрали баллы, то ты хочешь вернуть, то ты называешь на кнопку апелляции. Но для меня это было странно, потому что у меня не уменьшилось ни одного балла. А, также еще хочу сказать, что при подаче на заявку на 4-ю смену у меня была характеристика из школы. Я долбила свою классную руководительницу, чтобы она мне ее написала. Я такая, странно, раньше тут кнопки не было, ну да ладно. Я, в принципе, это забила, как бы, ну, есть и есть, ладно. И провела свой день, у нас было 6 уроков и часовая тренировка на танцах. Я помню тот момент, когда я не очень довольная, потому что, как всегда, устала, у нас там была какая-то силовая. Выхожу, и я знала, что меня встречают родители. Выхожу, и там стоят мама и папа с моей собакой. И у них они стоят, у них вот так глаза просто горят. Они знали, что я там в артеке пытаюсь что-то сделать. Мама знала, что, в принципе, типа, я там подвала, что там как. А папа вообще не знала. Я сказала, что я пытаюсь это делать. И, в принципе, они во всё это не вникали, и, можно сказать, даже не верили. Очень многие в меня не верили. Помню тот момент, когда мама говорит, сейчас обрадуем или потом. Папа говорит, потом. Но мама не держит и говорит, тебе одобрили путёвку в артек. У меня просто на глазах слёзы. А у меня шок, я стою, но темно было уже. Я стою просто так просто, что происходит, как это вообще, камон, как это возможно вообще. И у меня просто слёзы на глазах. Когда я шла домой, нам идти там было буквально недолго. Я просто, у меня шок был. Я не поняла, что происходит. Ещё в последующий день, два, у меня вот это было состояние шока. И я не могла понять, что происходит. Я просто при одной мысли вот так у меня в голове промеркнула, что я еду в артек. И у меня и слёзы, и буря, и эмоции всё накатывались. Сейчас, конечно же, я реагирую чуть поспокойнее. Я понимаю, что всё, да, ты едешь в артек. Ничего уже случиться другого не может. Ну, хотя, раскручусь попозже. Вот. И, понимаете, у меня было две мечты. Это новый айфон, потому что мой телефон отвратительный. У него очень много трещин, плохого качества и всё в таком духе. У меня была мечта новый телефон, отечественное айфон, от 8 до 8, там, плюс, такой вот. И как раз таки поездка в артек. Так, следующий вот этот день, когда мы пришли домой, я рассказала папе, что вторая моя мечта об айфоне. И тогда он сказал, я попробую напрячься и купить тебе его. В тот день я была на восьмом небе отчасти. Две моих мечты просто взяли и сбылись. Это был четверг. В субботу, после конкурса, мы поехали за моим айфоном. Мы нашли на видах хороший сайт с телефонами, которые этим занимаются. И потому что доллар поднялся, мы очень поздно спохватились. И вот буквально мы забрали последний 8 плюс. Я поняла, что этот телефон даст мне намного больше, чем тот. И у меня появилось желание снимать видео. И я их буду продолжать снимать. Я хочу пообещать вам. И я безумно рада, просто вот безумно рада этим двум вещам. Как бы сегодня 17 марта я сижу дома, потому что приболела. При любом каком-то заболевании, там горло болит или насморк, меня мама оставляет дома, потому что очень боится. Потому что артек совсем скоро. Осталось две недели. И я понимаю просто, что последующие три недели я проведу в таком кайфе. В таком, в котором, наверное, никогда не было. И вот это вот у меня такое рвение быстрее и быстрее уже. Сейчас буквально два-три дня осталось до конца четверти. Будут каникулы, я спокойно отдохну перед артеком. И поеду еще раз отдыхать. Также я пропускаю все ВПР. Меня это тоже очень радует. Вот. Почему же я боюсь по поводу артека? Я боюсь из-за ситуации в стране, в странах. Это коронавирус, который распространяется везде уже. Он вначале был в Китай, пошел в Италию. Но Китай уже, как нам сейчас говорят, он его победил. Но люди в России думают, что это смертельный какой-то вирус. В нашем маленьком городе уже магазины, просто очереди ставят в магазинах. Все закупают тушенку, шпрот. Думают, что сейчас все, будет апокалипсис. Все. Ничего не будет. Ну, во-первых, что я могу вам сказать. Подростки до 30 лет не болеют коронавирусом. Для них это обычная пневмония. Коронавирус это для тех, кто там 70+. И почему в Китае много умерших? Это потому, что в Китае живут в основном пожилые люди. У них там хорошие условия, хорошая пенсия. И на самом деле я не понимаю, чего бояться. Зачем закрывают школы, университеты, если физический подросток не может заболеть коронавирусом. Ну, конечно, он может заболеть, но это будет пневмония. Это будет грипп. Это будет вот с такими симптомами. Температура неделю отлежала и пошла дальше. Закрывают авиалинии, авиарейсы какие-то отменяют. Платформы какие-то закрывают. Я не понимаю, зачем? Нет, зачем так тревожиться? И вот из-за этого я боюсь. То, что пока что Артек нам присылает, говорит, что коронавирус для нас не помеха. Мы проводим тщательное обследование. Да, мы заполняем отдельные бумажки. То, что мы не болели коронавирусом. То, что у нас нет его. То, что в семье никто не ездил. То, что я никуда не ездила, где есть коронавирус. Типа Италия, США, Китая. Но пока что да, это приходит. Говорят, что мы все равно вас будем ждать в рядах артековцев. И ничего не отменяется. Но еще две недели и многое что может произойти. И как бы немного страшновато за это. Мы переживаем. Но я думаю, что Артек, даже если мы не поедем в апреле, то он нас не обделит этой путевкой. И перенесет ее на какую-то другую смену. Но вообще очень хочется поехать именно сейчас. А так я буду продолжать снимать видео. Я вам это обещаю. Вообще хочу сказать, что я жива. Что я здесь. Что вы меня видите наконец-то в своих экранах. И я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ждите блог уже из Артека.